всем привет и добро пожаловать на канал крипто commons и сегодняшний пятничный завершающий эту неделю выпуск news блок крипто как и всегда я расскажу вам о самых важных интересных и актуальных новостях из мира крипто а также объясню что на самом деле это обозначает максимально изучив ситуацию между строк и конечно же оперативно экономя ваше время команда крипто commons очень старается для вас поэтому ваша взаимность виде лайка под видео подпиской на канал и без ценного комментария будет для нас самой большой наградой и без лишних слов мы переходим к делу и так сегодня в выпуске братья венклвосса идут во францию биржа джемини получила зеленый свет без паники падение хешрейта биткоина вызвано не рынком энтони скрамуччи в своем интервью yahoo finance разоткровенничался о гэри гэнслере сказав что в глубине сердца он является крипто энтузиастом фонды bitcoin и теф продолжают скупать bitcoin и завершить наш выпуск кевин свэнсон где расскажет нам о ситуации происходящей на рынке оставайтесь с нами регуляторная победа биржа джемини получила во франции регистрацию поставщика услуг цифровых активов основанная близнецами уинклвосс крипто биржа джемини получила крипто регистрацию от французского надзорного за рынками органа ауторитета марше финансия это одобрение позволяет джемини осуществлять деятельность в качестве поставщика услуг виртуальных активов основатели джемини поддерживают необходимость ясности регулирования которое в евросоюзе уже скоро появится в виде законов о регулировании рынков крипто активов или мика мика позволяет крипто компаниям получать лицензии в одной из стран с но работать на всей территории евросоюза и пока крипто компании в сша подвергаются постоянному давлению надзирающих органов другие юрисдикции встречают их с распростертыми руками при этом и в самом сша климат постепенно начинает меняться в сторону оттепели об этом сигнализирует все большее количество факторов включая поведение самого ярого противника крипто регулятора сек но пока американские регуляторы активно занимаются разборками друг с другом и борьбой за то кто будет возглавлять регулирование крипто риск оказаться в хвосте этого быстро мчащегося поезда для сша постоянно растет и по-хорошему это очень частая ситуация для любых примеров когда или компания или страна добивается очень больших высот а вместе с этими достижениями неизбежно приобретается и неповоротливость в результате чего более быстрый и динамично развивающиеся компании или страны могут тебя обогнать это неотъемлемая черта любого рынка включая и мировой где поспешность плохо а не расторопность это катастрофа тебе ли дорогой зритель это не знать правда вот почему упал хешрейт биткойна на 25 процентов за три месяца до халвинга согласно данным битисиком наблюдается снижение общемирового хешрейта с примерно 600 экзохешей в секунду в пятницу до 450 экзохешей в секунду ко вторнику этой неделе и причиной всего этого стали холода в техасе падение хешрейта биткоина совпало с предупреждением о погоде выпущенным советом по надежности электроснабжения техаса эркот с 14 по 17 января из-за сильных холодов по данным майнинг пул статс foundry usa и пол крупный майнинг пул оператор стал причиной примерно половины этого снижения зафиксировав падение с примерно 155 экзохешей в секунду в пятницу до 77 экзохешей в секунду по состоянию на вчера после чего хешрейт начал восстанавливаться и здесь дорогой зритель два очень важных момента первый то что данное падение никоим образом не связано с рынком очевидно что она повлияла на рынок но никак не наоборот как ходлеры продолжают ходлить майнеры продолжают майнить все в порядке а второй вывод заключается в том что данная ситуация является прекрасным примером как майнинг биткоина помогает выравнивать нагрузку на электросети с одной стороны можно сказать но ведь плохо отключили же и майнеры недополучают прибыль но в целом да это не розовый единорог но с другой стороны подумай было бы лучше если на примере этого случая электросети техаса не обладали запас мощности которому воспользовался штат при наступлении холодов или наоборот если бы эти мощности стояли бы неиспользованы в том то и дело продолжает наш выпуск короткая выдержка из интервью энтони скромотча yahoo finance на международном экономическом форуме в давосе за примерно две с половиной минуты энтони очень понятно объяснит происходящую ситуацию с и тф включая сгры скейл а главное расскажет нам кое-что о председателе сегаре гэнслере что поможет нам лучше понять причину принимаемых им решений и водоплеку отношения регулятора крипто давайте послушаем говоря на тему о децентрализации у нас много сейчас говорится о критто а я на прошлой неделе общалась очень много на тему спут bitcoin и теев что сейчас в отделе как действительно большая веха считаете ли также и вы полагаете ли вы что это привлечет огромное количество денег bitcoin с с течением времени это произойдет на прошлой неделе вы об этом говорили но стоит заметить что есть огромное количество инвесторов зашедших в грейс кейл bitcoin траст под два процента и купивших bitcoin по 50000 60 и даже 69 тысяч поэтому когда стали доступны bitcoin и тф они получили возможность продать bitcoin траст грейс кейл зафиксировав убыток в целях налогообложения и ребята вы знаете что после выхода они должны будут подождать 30 дней но для них появилась великолепная возможность арбитража они могут выйти из двухпроцентного траста и зайти в и тех с 21 базисным пунктом хоть и должны выждать в результате этого образуется огромное смешивание объемов но в целом я считаю что идея заключается в том что данный класс активов здесь навсегда а такие люди как абигейл джонсон из fidelity и ларри финг из black rock работают с этим что для индустрии является замечательным но должен здесь сказать что мы чрезмерно политизировали регулирование внутри нашей страны и я бы очень хотел увидеть переход сек к более не партизанским и не политизированным стандартам как фрс и мне интересно случится ли это когда-то потому что каждый раз новым президентом этот президент либо правый либо левый мы приносим политизированность и в регулирование что нехорошо то есть ты полагаешь что не желание сет поставить печать на одобрение крипто продуктов было политической позиции без вопросов ноги растут от элизабет уорон которая заключила сделку с джо байденом в 2020 она вышла с президентской гонки взамен на возможность весомого голоса в том что происходит в банковской индустрии и финансовой сфере она была частью группы выбравший дженет елан а ее приятелем в вашингтоне является гэри гэнслер в общем я называю их регулятором доступа к злу потому что они не изучают протоколы они не изучают технологии а лишь делают эти символические заявления о здесь полно мошенничество здесь полно отмывания денег при этом я не говорю что там нет отмывания денег и мошенничества конечно есть но его кстати гораздо больше в долларах я все это к тому говорю что если бы они взяли и выдохнули занялись бы изучением технологии то бежали бы навстречу технологии они от нее и честно говоря мистер гэнслер знает это прекрасно послушать его 24 лекции майте ведь на самом деле в глубине души он блокчейн энтузиаст дорогой зритель комментарии здесь будут излишне хочу лишь отметить что ничего нового энтони в целом не сказал однако как мы с тобой прекрасно знаем историю знать и помнить очень важно вот только к сожалению забывается она очень быстро а уроки вывода из нее зачастую тоже не выносятся на пятый день spot bitcoin и те в скупили еще 10600 биткоинов в сравнении с другими фондами на пятый торговый день и те в black rock освоили биткоинов больше всего при этом у фонда грейс кейл продолжается отток данные показывают что 9 и те за исключением грейс кейл с момента их запуска приобрели около 68 тысяч 500 биткоинов что в настоящее время стоит около 2,8 миллиарда долларов следует отметить что из-за задержек в расчетах по сделкам данная о покупка биткоина как сообщают менеджеры и тиф отстают в сравнении с данными объемов транзакций каждого фонда здесь дорогой наш зритель важно понимать следующее несмотря на то что с одобрением и тефм и все хотели бы видеть огромный рост цены биткоина на крипто рынке волатильность никто не отменял консолидация коррекция и даже серьезные проливы всегда были есть и будут даже во время самых мощных бычьих рынков при этом важно понимать что объема торгов а также приток капитала в рынок с одобрением и тефть значительно вырос а еще я помню что как-то переводил коллаборацию карл зимун в которой его гость да винчи j15 обратил внимание что с первым запуском bitcoin и тефть а правильнее сказать грейс кейл bitcoin траст на волне всеобщего ожидания роста цены она взяла и упала что хоть и с некоторой натяжкой можно отнести и к текущей ситуации и на мой взгляд дорогой зритель это очень логично ведь когда толпа ожидает от рынка движения вверх рынок берет и делает движение вниз ведь ты же это знаешь правда так что все в порядке а данные спада есть смысл использовать как до закупку но как ты знаешь любые действия принимает только на свой страх риск ведь все что я говорю в нюсблоке не является финансовым советом и завершает наш выпуск кевин свенсон где он нам расскажет вкратце о текущей ситуации на крипто рынке как ее правильно интерпретировать и какие наиболее вероятные сценарии по рынку нас с вами ждут кевин и так и биткоине мы с вами засели чуть выше 40 тысяч а за последние полтора года у нас образовался хороший боковик после одобрения теф мы немного сползли ниже а если мы посмотрим на недельные свечи то увидим крупную свечу с неудачным подъемом bitcoin остановится рядом с критическим уровнем в 40 тысяч 200 если мы опустимся ниже которого то образуем 1 нисходящий низ с октября и несмотря на то что это вероятность остается возможной что bitcoin опустится ниже 40 тысяч двухсот этой критической зоны остается возможность того что bitcoin пойдет на ретест этой зоны перепроданности на дневном графике вот такой медвежий сценарий который сейчас у меня есть и ранее как только мы пробивались ниже уровня поддержки у нас образовался пролив в зону этой трендовой линии мы достигали зоны перепроданности что давало нам примерно 11 процентов движения вниз в первый раз второй раз мы пробивали поддержку и сливались в зону поддержки этой трендовой линии где-то примерно 15 процентов в среднем даже 13 процентов если мы пробиваем эту крупную критическую зону 40 тысяч двести нам примерно даст 13 процентное падение ретеста зоны перепроданности на дневке с целью в 35 тысяч это медвежий сценарий но на мой взгляд мы скорее всего скотчем довольно быстро скорее всего мы столкнемся с значительным количеством спроса ведь вокруг много позитивных фундаментальных событий одобрение и т.ф. также мы постепенно приближаемся к холдингу это прям как двойное бинго так что я думаю мы столкнемся с большим спросом даже если будет спад кивен спасибо за анализ у тебя получился сегодня действительно интересный выпуск но включить его полностью в сегодняшний newsblog просто не получится так что дорогой зритель если тебе интересно узнать что рассказывает кевин свэнсон дальше а мои книги в комментариях и за выходные ты получишь свежий перевод на этом у меня все я желаю тебе отличного вечера пятницы прекрасных выходных жду твоего лайка подписки и комментария а также нашей с тобой встречи в следующем выпуске всем пока